В Сургутском государственном педагогическом университете провели этническую настольную игру «Шагаем дружно». Она получила грантовую поддержку в конкурсе «Росмолодежь Гранты» создатель проекта, магистрантка Сургу Вусале Гусейнова. Эта игра изначально разрабатывалась для защиты дипломной работы, а после юная сургутянка решила продвигать проект и подала заявку на конкурс. Отмечу, что квест нацелен на формирование культуры межэтнического взаимодействия участников с учетом специфики культуры каждого народа. Играть могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Изначально этот проект был исследовательской частью бакалаврской работы, а затем уже протек магистрскую диссертацию. И для защиты магистрской диссертации необходимо было исследование опробировать и представить на защиту готовый продукт. Что я и сделала. Я подалась на грантовый конкурс «Росмолодежь Гранты», получила грантовую поддержку на ее реализацию и в то же время защитила свою магистрскую диссертацию на «Отлично». И, так скажем, по сей день реализовываю данный проект. Суть игры проста. Каждый участник выбирает карту с номером, за которой скрывается одна из этнических групп, бросает кости и делает шаги. К слову, в настольной игре 15 национальностей, чьи представители живут в Сургуте. По пути на карте попадаются вопросы и подсказки, и даже наказания. Как отмечают преподаватели вуза, проект производит хорошее впечатление на студентов. Просыпается азарт и хочется отгадать как можно больше народностей. Создательница настольной игры планирует тиражировать ее в образовательные учреждения города, чтобы как можно больше ребят узнавали новое в простой и веселой форме. У нас сегодня в университете проходит игра, и не только сегодня, это уже третья игра, которая проводится. Считаю, очень полезная данная инициатива по нескольким причинам. Первая причина, что данная игра получила поддержку Росмолодежь. Да, эта игра реализуется на средства гранта. Это как раз демонстрация того, когда есть инициатива молодого человека, она реализуется. И мы всячески помогаем таким инициативам, как нашим университетам, которые, нашим студентам, которые в университете выигрывают проекты от Росмолодежи, либо других организаций, так и сторонним, которые приходят, если это ориентировано на молодежь. Продолжение следует...